Вкратце про тему value scoring. Очень достаточно абстрактная тема, но в процессе доклада рассказы, немножко раскрою эту тему, так сказать, более с project-менеджерской стороны, чтобы это было не в общем о каких-то там ценностях, а в применении это в компании, проекте на разных уровнях. То есть на уровнях всей компании, на уровнях портфолио проектов, на уровне программы проектов и на уровнях самого проекта, что будет полезно любому project-менеджеру в работе с принятием решений, принятие решений с позиции бизнес-ценности для клиента, с позиции ценности для команды, для менеджмента и так далее. Вкратце про себя. Меня зовут Света Блажнова. Я была project-менеджером компании Atlantis. На сегодняшний день я product-owner немецкого стартапа. Поэтому для меня особенно тема ценностей и работы с продуктом достаточно актуальна. Поэтому такая тема. Вкратце о чем мы поговорим? Мы поговорим о том, что сейчас актуально с точки зрения вообще рынка project-менеджмента, какой сейчас образ идеального PM вообще есть и что добавляется вот в том же самом PM-боке, какой новый стандарт в отношении PM-ов. Дальше по поводу того, что значит, в общем-то, ценности на уровне организации, как это все должно, в общем-то, быть. Затем, как эти ценности переносятся на уровень портфолио проектов, программы и непосредственно самого проекта, его ограничений и доставки результата. Треугольник ценностей, треугольник талантов, новый PM-бок 6, который говорит о том, что теперь project-менеджер должен иметь технические доменные знания. В датарте это уже есть доменная экспертиза, project-менеджер должен понимать, что он делает и какой уровень сложности вообще допустим, насколько ему нужно погружаться в проект для того, чтобы, в общем-то, достигать эффективных результатов. У него должно быть стратегическое видение, чего он делает, так сказать, картинка топ-даун. Он должен разделять некую роль product-оунера и видеть все со стороны заказчика. И в то же время он должен вести проект, в общем, показывать команде ценности, которые, в общем-то, они реализуют не просто это реализация от начала до конца какого-то технического решения, а что за этим всем скрывается определенная ценность, определенное использование, определенная миссия, и все ее разделяют. И таким образом команда, конечно же, более вовлечена в процесс. Как это все происходит? Помимо обычного стандартного управления треугольником ограничений, срок, scope, cost, к проект менеджменту добавляется еще так называемая distributed collaboration. То есть это управление тем огромным количеством стейкхолдеров, которые вообще собраны вокруг тебя, которые находятся, в общем-то, клиент находятся в другой стране, команды, которые распределены по разным городам, подрядчики, с которыми ты можешь работать, еще другие, в общем-то, decision maker и твой менеджмент, и все эти распределенные люди, с ними нужно правильно взаимодействовать. И если, соответственно, project manager сможет с этим справиться, то считай, его проект успешно реализован. Для того, чтобы справиться с такой большой задачей и все это, в общем-то, собрать вместе всех стейкхолдеров и понять, какие ценности у них есть, и, в общем-то, каждому эти ценности донести, есть простые шесть принципов, которые важно учитывать при, в общем-то, работе с любым проектом. Первый brainstorming говорит о том, что проект нужно изначально оценивать, то есть смотреть вообще на рынок, на который ты адресован. Конкретно в компании, например, Yolantis, у нас нет доменной экспертизы, то есть мы беремся за любой проект. Это может быть какая-нибудь energy saving технология, это может быть там health care, это может быть финансы, это может быть dating, все что угодно. И нам нужно очень быстро уметь переключаться на разные рынки и, так сказать, понимать вообще, что мы делаем, какой рынок, насыщен он или нет. Нам нужно MVP делать или нам надо максимально расширенный продукт, потому что есть огромное количество конкурентов, и мы уже не сможем. То есть с бизнес-точки зрения, если у клиента нет этого видения, то нам нужно сделать хотя бы поверхностный анализ и дать это видение клиенту, либо помочь ему в этом анализе. Alignment, когда при начале ведения любого проекта мы, как, например, тот же самый самолет, который летит по траектории, он летит не прямо, он летит, соответственно, виляя, так и мы, когда реализовываем определенный проект, мы периодически отходим от, в общем-то, изначально намеченной цели и уходим либо вправо, либо влево. В общем, мы agile, мы гибкие, и рынок постоянно меняется, поэтому нам нужно постоянно, в общем-то, тот функционал подправить, то этот. И, в общем-то, задачи проект-менеджера помнить о том, что изначально там где-то в самом начале мы выработали какую-то стратегию, у нас было видение, чего мы делаем, и если клиент об этом забыл, то напомнить ему, потому что если мы будем как бы сильно углубляться в краткосрочные задачи какие-то, забудем о том, что вот где-то там нам нужно к такому-то строку на самом деле сделать вот это, а не вот то, что ты сейчас, и денег у тебя сейчас скоро закончится, и постоянно напоминать об этом было бы хорошо, и помогает, в общем-то, всех держать на одном бейслайне. Дальше, achievability. Важно project-менеджеру давать visibility всем стейкхолдерам о том, что выполнимо, что нет. Нужно смотреть на капасти команды, смотреть на возможности клиента, на любые ограничения, которые есть, внешние и внутренние, и, в общем-то, оценивать достижимость. Accessibility. Project-менеджеру нужно следить за тем, чтобы информация, любая информация, которая распределяется по проекту и проходит через все этапы коммуникации, была доступна, и чтобы никто не внутри себя не утаивал какую-то информацию. Если есть два клиента, у которых есть одно разное видение на один и тот же функционал либо реализацию, то вы должны всем прозрачно объяснить, что вы будете делать для того, чтобы и получить ихний фидбэк, так что да, мы поняли, потому что потом опять же могут возникнуть ситуации, я не знал, я не видел. Да. Сразу вопрос. Хорошо. Мне нравится. Вопрос насчет того, что если вы беретесь за всем, есть ли у вас какие-то оценивания рисков? Оценивание рисков однозначно есть. Я, кстати, чуть-чуть подальше поговорю. Они включаются в assessment. Оценивание рисков, когда изначально берется проект, и мы немножечко, в общем-то, хорошо мы определились там с рынком, мы понимаем вообще, на кого мы адресованы. Мы, соответственно, смотрим еще и на риски с точки зрения… Ну, понятно, на инициации проекта у нас есть просто качественная оценка. Мы, проработав, пропланировав проект, определили для себя какие-то зоны, опасные для нас, выписали их, соответственно, написали на них какие-то планы реагирования. И дальше с assumption, что мы, например, обрабатываем этот план или не обрабатываем, мы берем дальше в работу с проектом. И если мы хотим, чтобы об этих рисках вспомнили и не забывали, нам, соответственно, все равно нужно, в общем-то, смотреть, что из этого… То, что они, соответственно, совпадают с нашей стратегией или нет. Например, если риск по окончанию, по окончанию планирования и реализации проекта выход на бюджет за 50% у клиента нет таких денег, то, соответственно, нам нужно заэлайнить это все со стратегии клиента, сократить это все. Нам надо сделать его achievable. Нам нужно дать ему эту прозрачность, сказать, что вот потенциал, который, в общем-то, не сходится с твоей, в общем, стратегией и планом, и после этого, в общем-то, как-то эту ситуацию проработать с ним. Либо, в общем, ну, дальше действия могут быть любые. Сократить скоуп, упростить, там, не знаю, нанять менее квалифицированных специалистов и так далее и тому подобное. Аджелити. Аджелити говорит о том, что нужно… Здесь говорится даже не о том, что конкретно команде нужно быть аджел, гибкой, а вообще, если проект как таковой есть, то все должны быть аджел, и клиент в том числе. То есть, если клиент не готов идти на компромисс и, соответственно, однозначно, так сказать, достаточно, ну, однобоко смотрит на все происходящее и не готов там быть flexible в тех или иных ситуациях, то, соответственно, с ним нужно проговорить вообще, а как мы работаем. Может быть, тут мы хотели сильно быть аджел, а нам надо фикс прайс вообще с жесткими рамками, потому что компромисс здесь не намечается. То есть, нужно прощупать почву аджелити с точки зрения аджелити у всех стейкхолдеров на проекте. И последнее, accountability, отчетность. Вот последнее новшество PM 2.0 говорит о том, что отчетность должна быть настолько real-time, что построи себе дешборд, выведя на нем главные KPI и, в общем-то, всем их показывай. Ну, я не знаю, у нас еще не сильно практикуются, но вообще новые Тулзовины сейчас всякие придумываются о том, что теперь любой человек может иметь доступ к репортам, к отчетности, к ситуации на проекте. Не нужно там придумывать огромные Excel-доки, а выводить так называемые one KPI that matters all и, в общем, показывать, что вот это главное для тебя определяющее с твоей точки зрения, с твоей ценности метрика, и мы за ней следим. Ну, например, со сроками все хорошо, у вас с бюджетом плохо, соответственно, мы группируем всю нашу отчетность вокруг вот главной этой основной метрики, но не теряем, соответственно, фокус на других. Вот. И как бы все эти вещи на самом деле здесь собрано на самом деле много всего внутреннего, чего делает Project Manager. Я об этом не говорю. Я говорю о том, что, в общем, все эти пункты должны распространяться сразу на всех стейкхолдеров. То есть команда должна быть вовлечена в этот процесс, клиенты, подрядчики, любые люди, задействованные в проекте, должны иметь доступ к информации по вот этим шести A's. Силзы, вот, маркетинг, ну, не знаю, в общем, все, кто есть, все, кто задеты. Дальше, если мы рассматриваем вообще с позиции компании ценности, то компании бывают разные. Там, скажем, DataArt одна компания, и Lanty совсем другая компания. И, соответственно, в зависимости от того, на что мы нацелены, на что нацелена компания, у нас абсолютно есть разный подход, в общем-то, в том, как мы работаем внутри и в том, как мы доносим наши ценности до клиентов. Это важно понимать, потому что то, что работает DataArt, может не работать в Lanty. То, что работает в Lanty, может не работать в вашей компании. Поэтому важно сейчас вот найти разницу. Компания с так называемым sales-driven approach тоже это ценность. В общем, компания небольшая, которая только стартанула. Ей нужно максимально, в общем-то, продавить свои продажи, поэтому она их пушит. У нее, скорее всего, нету большого разнообразия предложений, которые она делает. Это несколько стандартных офферов. Они предоставляют достаточно сервис, пока что еще, так сказать, не вылизан, нет у нас супер каких-то гайдлайнов. У нас все достаточно пассивно, простенько. Понимание домена и отрасли запросов клиентов, скорее всего, общее. И наша задача и задача project-менеджеров в такой компании следить, соответственно, за треугольником ограничений, потому что, скорее всего, в такой компании проекты заходят от маленького до среднего размера. Соответственно, бюджет, сроки и косты, качества основные, в общем-то, ограничители. Когда компания, так сказать, немножко стабилизируется на рынке, она переходит в этап market-driven, начинает сегментировать своих клиентов, смотреть на какие-то доменные отрасли, писать интересные статьи по этим доменным отраслям и, соответственно, сегментировать своих кастомеров, привлекать, соответственно, ту или иную аудиторию. Мы делали проект в healthcare. Давайте привлечем еще одного healthcare клиента. Давайте покажем, что у нас есть экспертиза там в on-demand каких-то такси-апах или еще и, соответственно, мы становимся более интерактивными. Это у меня стучит, нет? Ладно, мне показалось. Мы становимся более интерактивными, наш сервис становится более живым, мы предлагаем идеи, дискутируем, у нас есть достаточно более-менее хорошее понимание и в данном случае project manager следит за тем, что он попадает в ограничения и показывает клиенту свою экспертизу. Соответственно, даже если где-то мы выйдем за бюджет, но покажем то, что мы молодцы, мы сделали этот проект и привлечем этим новых клиентов, в данном случае бывает с позиции project management может быть важно. Понятно, это нужно синхронизировать с менеджментом, но project manager в данном случае, понимая, в каком этапе находится его компания, может для себя просто понимать, что в данном случае моя ценность не только просто реализовать в треугольнике свой проект, а возможно, мне нужно, можно чем-то пожертвовать, потому что вот в моей практике я встречала PM-ов, которые работали строго по шаблону, то есть им сказали, вот попасть, они за этим как бы следят, но на самом деле если привлечь других стейкхолдеров, то вариации немножечко шире. Customer driven клиент становится центром, звеном, набирают, такие компании набирают уже клиентов плюс-минус, так сказать, долгосрочных, соответственно, нужно их персонализировать им офферы, делать им апселлы, максимально продвигать свои сервисы, новые виды услуг для того, чтобы, в общем-то, расширять пул, в общем-то, денег и пул крупных клиентов. Сервис продолжает быть интерактивным, у нас появляются бизнес-аналитики, которые могут дать, так сказать, продуктовый взгляд на идеи клиентов, и наши цели уже больше, чем просто попадать в цели и давать экспертизу, а еще и удовлетворять потребности клиентов. Здесь нашей целью может быть не просто, если мы превышаем бюджет, не просто быстрее сократить и закончить все это, а может быть довести, порадовать клиента, он принесет реферал и так далее. То есть, опять же, нужно немножко сдвигать куда-то фокус и смотреть больше в сторону, например, фидбэка клиентов. Но, опять же, придется балансировать, потому что сильно смотреть только на фидбэк клиента тоже не выгодно особо. И последний, последний тип компании, крупной компании, которая стабилизировалась на рынке, она смотрит, в общем-то, на все сразу. С точки зрения маркетинга она уже не ищет клиентов, клиенты ищут ее. С точки зрения кастомер-офера, все офферы индивидуальные, пакет создается под клиента, сервис становится, опять, продолжает быть интерактивным, у нас есть уже супер-классная экспертиза в отраслях, и мы можем, понимаем потребности клиента, и project manager уже вообще не смотрит на ограничения, а смотрит на business value. Но business value чуть дальше расскажу, это, в общем-то, те же самые ограничения, но немножко модифицированные. Все, что может принести бизнесу ценность, все, что может принести ему деньги, новых людей, инвестиции, не знаю, бренду стать популярным или еще что-то, все это нужно делать и, в общем-то, согласовывая со всеми, приносить вот эту business value. О ней я расскажу чуть позже. Вот. Определили мы, что мы находимся на каком-то из этапов, и дальше важно понимать, из чего вообще состоит внутренность компании. То есть внутренность компании обычно состоит из их бизнес-моделей, строится на каких-то определенных базовых вещах, таких как видение, миссия, ценности, стратегия и долгосрочные цели. Соответственно, я буду говорить, конечно же, о ценностях. Ценности, вообще, как бы, мировая классификация, это как, в общем-то, любая классификация всего, что есть. Базовые ценности, функциональные, мне нужны деньги, я хочу сокращать косты, я хочу сокращать риски, я хочу иметь стабильность. Есть стабильность, я хочу давать классную, там, дизайн-практику, я хочу показать, что я популярен, там, я хочу, там, мне нравится, там, ретро-стиль, я буду все делать в ретро-стиле и так далее. То есть эмоциональные какие-то вещи, и потом социальные self-improvement, там, всякие self- вечно continuous learning и так далее. И обычно компания более-менее стабильная и успешная, она имеет ценности во всех этих областях, то есть ее интересуют не только деньги обычно, а и что-то большее, качественный дизайн, например, и с точки зрения вообще идеи, например, она стремится к, в общем-то, самосовершенствованию, самосовершенствуя своих сотрудников, и если, в общем-то, сотрудники разделяют с этой компанией подобное видение, то больше есть шансов, что такие люди останутся с компанией дольше. Поэтому на уровне основателя компании, если основатель компании или менеджмент имеет данные ценности и хотя бы их как-то озвучивает, то это значит, что компания движется в правильном направлении. Если не озвучивает, значит, что компания что-то упускает, и, в общем-то, на любом уровне можно этот вопрос на самом деле задеть и там как-то поговорить, а как же вот общие вещи, куда мы двигаемся. Если у компании все-таки есть сформированные ценности, она опускается на уровень ниши и формирует свою стратегию. И в зависимости от того, какая есть стратегия, формируется, в общем-то, портфолио проектов. Из них формируется, ну, портфолио проектов это проекты относительно абсолютно разных отраслей, но у них есть какая-то стратегическая общая цель. Дальше опускается на уровень программ проектов. Программы проекта объединены какой-то целью или они схожи по отрасли. И дальше, в общем-то, идет операционная деятельность, управление отдельными проектами. И на фоне вот этого всего круговорота проектов в природе мы постоянно возвращаемся к ценностям. То есть реализовали проект, что-то мы куда-то попали, кастомер удовлетворен, в ограничения попали, не, не очень попали, какие у нас ценности, что-то мы вообще не туда не попали, куда мы двигаемся. Ну, это, в общем-то, вопросы, которые лежат как проект менеджер на уровне своем, так и проект менеджер на уровне с менеджментом. В общем-то, потому что проект менеджер, он везде как бы на самом деле участвует в принятии всех решений. И когда, в общем-то, с этим всем немножечко яснее становится, опускаемся на уровень ниже, идем к долгосрочным целям компании. Долгосрочные цели вообще очень могут быть разными. Их очень сложно приоритизировать. И я в своей практике встречалась с ситуацией, когда заходят три проекта, на один проект какой-то там непонятный вообще, непонятный, краткосрочный, дают такие классные ресурсы, а на мой долгосрочный в хеллскере, оставляют там три калеки джуна. И я не понимаю, почему компания приняла такое решение. Я хожу, ссорюсь и ругаюсь, а потом оказывается, что там какая-то там план какой-то непонятный где-то. И как бы если… Хорошо бы было, чтобы проект менеджеры знали вообще стратегические цели своей компании. И если их слишком много, то их можно и приоритизировать на самом деле. В зависимости от ценности, соответственно, есть фундаментальные, а есть стратегические. Фундаментальные ценности, так сказать, вот в краткосрочном периоде это какие-то внутренние ценности. То есть если у нас какие-то стандарты, качества, например, написание кода, есть ли у нас какие-то правила ведения коммуникации внутри. То есть если у нас их нет, то у нас будет проект, от проекта делается по-разному, качество будет оставлять желать лучшего, и, соответственно, особой прибыли или какого-то скейла в наших решениях мы не получим, потому что базовые, как бы, вот эти вещи не реализованы. Дальше финансовые ценности, они будут более долгосрочными, но тоже базовые. Но нужно, конечно же, приносить компании определенный уровень прибыли. Если мы его не приносим, то любое вложение в какую-то там суперновую технологию или там суперинтересный проект, который, ну, там, он интересный, но денег немного, может быть неактуально. И стратегические ценности, customer-related, соответственно, удовлетворяем клиента, он нам приносит новых клиентов счастливых, и стратегические ценности долгосрочные. Это там освоить новую технологию, сделать какой-то новый интересный проект. И вот эти все вещи, например, что-то из этого было в нашей компании, вот это все, какие-то цели стратегические применяются, и, в общем-то, их можно взять и вот так сделать, разделить на базовые вот эти вещи. То есть, как видим, вот эти были ценности, ну, это так, ориентировочные ценности, например, Ялантиса, скажем. И мы видим, что вот Ялантису нужно поработать, значит, с фундаментальными ценностями и с customer, в общем, related. И если мы, в общем-то, возьмем проекты, которые нам помогут с этим проработать, то вероятнее всего, что наша компания выровняется на какого-то уровня, и дальше мы пойдем там в освоение новых технологий, вложения, там, в ресерчи. Наши девелоперы будут делать хаквики, писать красивые статьи, и у нас будет, в общем-то, на это время и деньги. Вот. Например, мы определили для себя, в общем, точки входа, и потом мы переходим непосредственно к проекту. На уровне проекта тоже есть свои определенные цели, и, в общем-то, их много, и как вообще принять решение, какой проект брать. Вот он value scoring. Он, в общем-то, достаточно простой. Все, что нам нужно, это нам нужно знать наши цели на сегодня, и нам нужно знать, в общем, как эти цели совпадают с проектами, которые у нас есть, с заходящими проектами. Если полное совпадение, то это максимальное количество баллов 2, если не полное, 1, если ничего, то 0. И вот на основе, в общем-то, общего подытоживания мы можем определить, что там проект третий, седьмой, приносит нам больше всего ценностей. На третьем месте пятый, их три, но можно их тоже отобрать, смотря на что из этих целей, в общем-то, важнее всего, и пересчитать скор для меньшего количества целей. Вот. Ну и вот так мы можем определить или, так сказать, доказать, что наш проект важнее, поэтому давайте сейчас мне лучшие ресурсы, ну, не лучшие ресурсы, но, скажем, поставим приоритет на него, сформулируем, в общем-то, вот такой пул, и будем действовать так, потому что так оно нам, в общем-то, что-то принесет, какую-то пользу. Вот. Дальше мы, например, решили, какие проекты нам нужны, и вот мы работаем с проектом. Мы на него смотрим, в общем-то, хотим с ним работать, вот, но нам нужно еще, так сказать, держать в голове, что после вот всего, что мы сделаем, будет еще какой-то срок, когда это все будет оцениваться клиентом. То есть клиент пойдет, кому-то продаст, клиент пойдет, покажет презентацию инвесторам, клиент пойдет кастомерам это все покажет. И, ну, бывает так, что вот вообще, ну, вот проект мертвый, вот он заходит, и это копия существующего продукта, но ничего от него не ждать, кроме как денег. Вот. И клиент говорит, что я там пойду, каким-то инвесторам продам. И вот простой вопрос даже о том, хорошо, что ты в своей презентации инвесторам покажешь, как конкурентное преимущество, просто их ставит ступор, они такие, ой, да, действительно, у меня копия там, какого-то инстаграма, да, давайте подумаем вместе. То есть было бы хорошо с самого начала, просто не хочется вкладывать мертвые продукты. Если, конечно, компания находится на этапе sales, когда нужно двигать продажи и приносить деньги, и базовые ценности нужно уделять, тогда это понятно. Но когда компания плюс-минус стабильна, но соглашается на то, что заведомо мертво, то, ну, это, скажем так, с точки зрения управления целиком, в общем-то, всем циклом проекта не очень хорошо, и поэтому проект-менеджеру нужно знать о вот этой второй, последней части, когда определяется ценность, чего там мы делали. Вот. Люди уходят, надо быстрее. Да. Если у вас, ну, например, вот вы видите, что продукт, он просто не взлетит, и вот есть копия, да, и вы ничего не можете, ну, как не вы, ну, как бы компания ничего лучшего не может предложить. Что вы в таком случае делаете? Ну, в данном случае, если компания приняла решение, что мы берем такой проект и, в общем-то, его доводим до конца, то максимально просто дать visibility клиенту о том, что если ты хочешь, ну, там, скажем, правила MVP. MVP нужно сделать за пять дней. Google делает его за пять дней. Большинство в аутсорсе делают MVP там по полгода и больше. Максимально дать какие-то best practices, показать о том, как это делают другие, показать примеры того, например, там, в Product Hunt, куча примеров, проектов, которые не взлетели, не заработали инвестиции. Скинуть ссылки и показать, что давай переформируем и сформируем какую-то одну там отличие от этого всего или там какой-то функционал либо месседж, который тикнет, который взлетит. Если было бы вообще хорошо, но у меня так получилось всего лишь один раз в жизни, попросить клиенту дать об этом задуматься и просто попросить, чтобы он попросил разовой консультации у любого там Product Consulting компании. Это было бы, конечно, самое оптимальное, если клиент имеет такую возможность, и у вас с ним более-менее… То есть можно сказать, что мое мнение не субъективно, это общая мировая практика, поэтому любая консалтинговая компания по продукту там за первый день просмотра твоей презентации разобьет тебя в пух и прах. Но это делают инвесторы. Они просто смотрят на это все, на твой питч, они видят, что цифры вообще ни о чем, презентация ни о чем, они такие, эх, не будем дать денег. Поэтому, в общем-то, если он, в общем-то, не вникал в эту тему, техники питча и всего такого, то надо его просто послать к людям, которые ему откроют глаза, если он не верит. Обычно аутсорсерам никто не верит. Спасибо. Насчет Benefit Serialization. Хотелось бы спросить насчет, что вы вносите в это понятие и как его реализовывать. Да, могу привести пример. Вот, например, мы сделали продукт, и этот продукт мы должны показывать перед инвесторами и ожидать какой-то, соответственно, инвестиции. И в зависимости от того, или там выход на IPO или еще какие-то вещи, для того, чтобы понимать, перед какой публикой, ну, например, для себя, там, клиент сформировал, перед кем он будет примерно делать эти, эту презентацию, перед какими инвесторами, соответственно, пару строк или там пару секунд ресерча этих инвесторов нам достаточно будет понимать по поводу того, какой у них уровень входа, то есть что они вообще, на что они будут смотреть, или там какой-то вообще размер компании, какие у них обороты. И просто, например, мы на это все посмотрели, посчитали, смотри, тебе вот нужно будет потратить на проект столько-то, потом, чтобы вообще тебе сделать эту презентацию, тебе надо потратить еще столько, то есть записаться на эту конференцию, пойти к этим инвесторам стоит там. Обычно все эти инвестора, которые дают деньги, они платно тебя записывают на какое-то мероприятие, ты приходишь перед ними, кланяешься, рассказываешь, и, может быть, они тебе дадут деньги. Обычно вообще крупные инвестора, они берут за это большие деньги, от 8 тысяч долларов и больше. Соответственно, вот расход проекта, непонятно, что там будет, потому что у тебя ни одного нет фичи, которая отличается. Вот еще maintenance плюс, тебе надо все это поддерживать, суппортить у нас. И вот еще тебе плюс надо платить за инвесторов, ты уверен, что они согласятся, выслышат тебя и что-то тебе дадут. Ну, это скажет, добавит и просто к сумме определенных нулей и даст ему вообще возможность понять, что может быть, да, не очень. То есть cost-benefit-анализ. Cost-benefit-анализ может быть любым. Может быть, просто клиент не знает, что там огромный maintenance всего этого проекта и половина функционала уйдет просто потому, что ее будет очень сложно поддерживать. Вот. Поэтому очень все зависит, но посчитать просто потенциальные расходы суммарные было бы хорошо. И дать ему эту цифру. Если у него есть эти деньги, то ради бога, давайте делать. Вот. Да, значит, вот интересная вещь по поводу треугольника. Треугольник, вот себе и треугольник. И ты project-менеджеры следишь, чтобы он, в общем-то, держался в рамках. Любое отклонение приводит к тому, что где-то что-то сокращается. Хорошо бы было, если бы project-менеджер смотрел с позиции product-owner, чтобы он видел проект с точки зрения, в общем-то, просто одной большой бизнес какой-то цифры. Что если мы сейчас делаем новый функционал, добавим что-то, то это больше понравится каким-то инвесторам или это больше понравится пользователям. И вот ты product-owner, ты там клиент, ты ходил, ты спрашивал аудиторию вообще, что им нужно. И, в общем, постоянно возвращать клиента к тому, вообще кому это что-то принесет ценность. Потому что ты сейчас… Понятно, если денег нет, то ничего с этим не поделаешь. Но если есть немножечко больше денег, во что их лучше вложить и как их лучше вложить. И вообще из того, что есть, как это все лучше поприоритизировать. И вот дальше интересный слайд. Это product roadmap. Хорошо бы было ее делать, потому что она помогает клиенту смотреть вообще на свои стратегические инициативы и вообще реализуется ли или нет. Но об этом я не буду говорить, если будут вопросы. А вот интересная вещь. Как приоритизировать? То есть вот, например, ты хочешь посмотреть на свой проект с позицией бизнес-ценности. У тебя есть все-таки ограничения. Ты не можешь сильно выходить за бюджет, не можешь выходить сильно. Но ты можешь посмотреть на функционал, который ты делаешь с позицией ценности и оценить… У нас есть ряд функционалов. Его можно отнести, например, к тому, что экономит время, к каким-то качественным атрибутам. И если, например, есть аудитория или есть возможность контактировать с аудиторией, есть хоть какие-то связи, например, клиента с реальным миром, и он это не делает просто для какого-то пузыря, то просто попросить его эти ценности обсудить, провести интервью. Это в лучшем случае, конечно, с клиентами. И спросить его про вот эти вещи базовые. Что им было бы полезнее или удобнее этим всем пользоваться как? Чтобы оно было все более секьюрно, чтобы оно было trust-worthy. Тогда давайте сделаем вначале вот эти фичи. Но это в идеальном мире, конечно. Или же вот такой вариант, если у нас есть какой-то бэклог плюс-минус однородный, и весь функционал можно подвести под какие-то качественные атрибуты, то было бы хорошо дать им какой-то скоринг, даже вместе с клиентом вычти оттуда нашу оценку и посчитать вообще, насколько больше это бизнес ценности принесет. Вот здесь может быть вообще любое. Здесь могут быть вообще saves time, saves cost, saves там good quality. Вообще вот эти треугольник ценности сюда, треугольник ограничений сюда влепить. Тоже так их… Потому что здесь очень много оценка большая на этот функционал, и все ценности перебиваются огромной длиной имплементации. Но это тоже типа cost-benefit. Вот это весь бенефит, которые принесутся от 0 до 10, а вот это cost. Ну и вот получается не очень хорошо. Вот это да, там могут быть, опять же, качество, время, косты. И там же могут быть, например, у меня такое было в практике, есть бенефиты, это вот три категории, например, customer value, strategic value и business value, то есть деньги. И с другой стороны было там effort, operational effort, fixed effort и риски. И мы там от 1 до 5 давали оценку и просто, в общем-то, вычитали из одной части другую, получали значение, и там где-то значение было больше, соответственно, больше нам бенефита, и мы брали эту задачу вперед. Но, опять же, это все происходит, когда очень сложно априартизировать, когда очень много задач, когда много стейкхолдеров на тебя, вот так все скидывают, и ты попробуй разобрать, что важнее, как это все порекомендовать. А потом возьмешь не то, еще будут кричать, что денег много потратил, и что ты за это взялся, хотя он тебе это говорил. Ну, в общем, не хочется все записывать разговоры, на самом деле, хочется принести пользу. Вот, приносим пользу, ой, а, ну и все. Да, принесли пользу, да, принесли пользу, и все. Кого-то будет? Добрый день. У меня вопрос, наверное, несколько прикладного характера, он относится к началу презентации. Мы говорили об обмене информацией, скажем так, внутри команды, да? Первый доклад, я вспоминаю, да. Смотрите, такой вопрос, но это, наверное, больше будет ваша точка зрения, но все-таки интересно. Насколько вы считаете важна глубина, как бы, обмена информации между людьми, во-первых, внутри команды? И второй момент, это вот как человек, который, скажем, организует работу, да, других людей, как лучше построить эту коммуникацию? То есть это должна быть централизированная система, это должен быть общий чат или там общие какие-то, ну, ресурсы с общим доступом, чтобы каждый имел возможность, да, допустим, обратиться туда и найти нужную информацию, там, где хранится по проекту, скажем, ну, разные части проекта, если это проект сложный, да, или же, может быть, лучше адресно работать с людьми, то есть человек, который организовывает это все, каждому напрямую обращается и там ставит задачу, или же докладывает ему информацию, там, что у нас происходит то-то. Но тогда, конечно, мы понимаем, что нагрузка на это центральное звено увеличивается, то есть у нас как бы образуется внегласный лидер, через которого эти потоки информации идут. Вот как лучше, как вы считаете в этой ситуации поступать? Да, я просто делаю и так, и так, поэтому, вот, но я, так сказать, для себя нашла золотую середину, вот поделюсь. Значит, если хранить всю информацию, вернее, распределять всю информацию через одного человека, это человек, опять же, бас-фактор, если он уйдет, и вообще это непрактично, потому что там заболеет, что-то случилось, нет доступа к информации, поэтому однозначно хорошо ее распределять между людьми, но распределять правильно. Вообще перегружать людей информацию нельзя. То есть если это твой тимлид, тимлид должен знать столько, сколько должен знать тимлид, ну, там, 90% информации. Если это клиент, он знает, соответственно, там, 60% информации. Ну, то есть информацию однозначно не нужно 100% распределять одинаково на всех, и глубина, соответственно, зависит от того, какую, соответственно, пользу и, соответственно, какую задачу в этом проекте делает тимлид. И с точки зрения ценности, опять же, то есть если тимлид на проекте, опять же, все тимлиды разные, он там и чуть ли не этот project manager частично, там он дает, распределяет задачи, потому что одни команды сами распределяют между собой, без тимлида, другие команды тимлида просят. В зависимости от его обязанностей мы, соответственно, должны ему давать столько информации, достаточно, чтобы он мог легко, в общем-то, делать свои, в общем-то, задачи, обязанности. Вот. И, да, что там я хотел сказать. Да, то есть по поводу источника хранения. Вообще это нормально, то, что можно хранить все данные по проекту в одном источнике, потому что когда куча папок, они все равно потом теряются. Я там делала внутренние копии без цифр, а потом я все равно путалась и давала с цифрами, поэтому на самом деле не надо над этим заморачиваться и будет эффективнее, если, да, один есть источник информации, но, правда, для клиента, возможно, придется сделать немножечко сокращенную версию зависимости. Но вообще, да, с точки зрения документации хорошо бы было, чтобы ее шарили все, все в команде, а с точки зрения, в общем-то, распределения информации, Project Manager хранит всю информацию 100%, и потом в зависимости от того, кто какую роль выполняет, 90, 80 и так далее. То есть права доступа какие-то должны быть, арбитраж доступа. Понятно, спасибо. Владелец. Да, можно. Вопрос в том, что насчет PMO 2.0, что он уже должен обладать техническими какими-то скиллами, да, вот, и если у нас появляется какая-то проблема, да, связанная с какими-то техническими данными, и он, то есть Dev делится с нами нашей этой проблемой, должны ли мы подключать для объяснения этой проблемы к кастумеру Dev, либо мы сами должны это объяснить. Зависит от уровня квалификации. Если Project Manager бывший разработчик, то он может на базовом уровне определить проблему, то да. А если он, так скажем, его определение проблемы может привести к тому, что будут какие-то приняты неправильные решения, и потом разработчикам придется их выполнять, то нужно привлекать, конечно, разработчиков. Поэтому, ну, для Project Manager без квалификации, даже с общим пониманием, лучше брать разработчика с собой. Для Project Manager с квалификацией можно самим, соответственно, решать вопросы, которые, если, вопросы, которые касаются, так сказать, общего понимания. То есть если клиент не техничный, достаточно общего понимания, оно у тебя есть, ты с ним можешь поделиться. А вот если клиент очень техничный и выполняет какую-то техническую роль на проекте, то, соответственно, разработчик всегда с тобой. Друг, брат. Спасибо за доклад. На самом деле очень круто. Много информации в такое маленькое количество времени. Вопрос по пирамиде, по портфолио-менеджменту. Да, вот, собственно, по ней. То есть вы говорили с точки, ну, вот, value, цели, в общем-то, портфолио-менеджмента озвучивали как бы top-down. Vision, mission, value вниз. Вот. А это единственный, ну, с вашей точки зрения, логичный вариант развития? Или есть какой-то bottom-up поток на встречу? Если есть, где они встречаются, есть ли конфликты и, ну, вот, по основе конфликты. Ну, вообще, как бы, на самом деле такой вариант является стандартным. То есть если компания, например, принять для себя какие-то цели, а потом из этих целей, соответственно, выплывет какое-то видение, то, скорее всего, видение будет неполным. Потому что изначально нужно создать вообще причину, почему ты это все делаешь, а потом уже какие цели ты преследуешь. Поэтому если ты сформируешь себе цель просто хочу денег, то в конечном итоге ты почему по какой-то причине их перестанешь получать. Потому что у тебя нет видения вообще, что ты хочешь, как ты эти деньги хочешь получить. Соответственно, если у тебя есть цель, что я хочу получить деньги, и когда будут доставлять качественный продукт, такого-то там образца, к такому-то году у меня будет там армии разработчиков и так далее, то есть сформируешь больше видения, а потом его разобьешь, это правильно. Поэтому это есть, ну, скажем так, догма. По поводу ценностей, ценности иногда вообще вытягивают оттуда. Вот, бывают ценности там, бывают ценности где-то выше вообще. То есть ценности, они такие плавающие, их можно вообще вокруг так. Просто смысл в том, что на самом деле их можно не засовывать после миссии, их можно просто вот вокруг где-то написать там value, потому что они должны формироваться вот на этапе с самого начала и до самого конца. Везде нужно как бы о них помнить. Ты их там сформировал одну ценность в самом начале, потом вторую добавил, когда начал расписывать свое видение, потом еще уже, окей, у меня есть три ценности, давай еще вот эти добавим. Стратегию прописал, ага, не хватает чего-то, добавил еще. И вот эта вещь, она просто, на самом деле, ценности, это такое база вещь, они везде, если их убрать, они все равно будут. Они просто помогают людям сфокусироваться. То есть ты не говоришь там, ну, у нас там стратегия, короче, на 2015 год, и такие длинные фразы. Ты говоришь, ну, ты же помнишь, что у нас вообще наши ценности, мы там делаем качественно, мы там какие-то суперстремимся к достижению лучшего в этой жизни и так далее. Ну, то есть обращаться к каким-то простым терминам, а не там к цифрам, к стратегическим каким-то планам далеким. Вот в Гугле, например, у них эти ценности вообще висят там плакат такой большой везде. Ты заходишь в одну комнату ценности, во вторую, такой везде ценности, круто. Вышел такой, запомнил только ценности. А, да-да-да-да-да, вот, да, это я, может быть, упустила. Вот здесь, когда ты формируешь портфель проектов на основании своей стратегии, потом в программах ты там реализуешь свои проекты, вот операционная деятельность, то ты все равно делаешь вклад обратно в свою стратегию. То есть мы определили ценности, потом видим, что у нас вообще другого рода заходят проекты, и мы решаем совсем другие проблемы для клиентов, и нам на самом деле это подходит. То давайте мы пересмотрим вообще свою стратегию, и вот когда мы пересматриваем свою стратегию, я стрелку не дорисовала, она влияет и на ценности, и, возможно, даже пойдет выше. Но на ценности может влиять, потому что их сразу сходу не придумаешь. Надо пройти 5-10 кругов ада, вот попробовать так-сяк, а потом вывести какие-то супер для себя слоганы. успешности, да. Будет еще какой-то вопрос? Спасибо за доклад. Вопрос привезен такой же, как к предыдущему спикеру. Интересно просто ваше мнение тоже касательно, вот как PM балансирует между требованиями, чаще завышенными от клиента и желанием чаще заниженными команды, да. Надо вот идти и тех, и этих, да, но как делать это в своей практике или ваши коллеги? Спасибо. Да, я знаю ответы на этот вопрос, ну, по крайней мере, как я это делаю. У меня, на самом деле, вот Артур говорил, что у нас там есть шторминг, норминг, в общем, перформинг и что-то там, что-то там. Да, ну, в общем, все стабильно становится. Но вот у меня почему-то, я не знаю, может быть я, может, я что-то делаю не так, у меня вот проходит этот цикл, а потом опять, короче, у меня идет сторминг. Вот вроде бы они все перформят хорошо, вроде бы все хорошо, а потом опять сторминг. Что такое? То я слишком с ними дружна, то я слишком от них далека, то там какие-то пары формируются, то они распадаются. В общем, и это все как-то делает мою команду вроде менее прошедшую некий этап. Все равно мы возвращаемся, добавился новый человек, возвращаемся опять к штормингу. То есть у меня циклы постоянные зацикливаются. И вот в зависимости от того, в каком цикле я нахожусь, это ужасно звучит, ладно, на каком этапе я нахожусь, я могу, в общем-то, ну, то есть сделать то или иное движение. То есть если, например, я нахожусь на этапе формирования команды, команда очень размыто понимает вообще, что мы делаем, кто они такие. То есть я работаю больше над тимбилдингом, я работаю над тем, чтобы их сплотить, чтобы они вместе работали над одной задачей, даже на них ставлю двух человек на одну задачу и так далее. То есть я максимально стараюсь сделать так, чтобы все были вовлечены в процесс. Дальше, если они там начинают штормить, ссориться, спорить, я, в общем-то, выступаю неким посрединочке, это все, в общем-то, красивенько урегулирую, даю им, в общем-то, какую-то общую картинку. Вы же не забывайте, мы делаем великие вещи. А когда перформинг, в общем-то, важно, чтобы люди не просто продолжали перформить так, как перформили. И знаете, когда уже есть все, когда есть тимбилдинги, есть бонусы от команд, есть командировки, есть зарплата нормальная, есть там стабильная команда, ну, ты уже такой, да, хорошо, все, ну, что-то все одно и то же. И вот на таком этапе очень сложнее всего, как по мне, балансировать, особенно если клиент подкидывает какую-то, ну, сами понимаете, что подкидывает. И в данном случае меня спасает просто, ну, не знаю, это не, можно сказать, мотивационная речь. Не знаю, как это сказать. Просто я стараюсь людей, в общем-то, показать им о том, что подождите, подождите, подождите. Ну, вот же мы делаем там большую платформу, она будет вот для тех и для тех и для тех. Слушайте, ну, мы пострадаем, но потом людям станет лучше или там еще что-то. И вообще, вот смотрите, если мы делали… Ну, то есть как-то попытаюсь их просто перенести всю эту… все, что вот они делают на себя, и почему бы это было хорошо для них, если бы мы это сделали, если, конечно, в продукте это возможно. То есть находить такое, в общем-то, alignment с тем, что у нас есть некоторое видение, мы к нему идем, мы его разделяем, все на благо. И там не только деньги, там не только деньги, там есть что-то большее. Нас клиенты любят и все дела. И если требуются доказательства, то приходится эти доказательства доставать. То есть клиенту неприятная задача, но ты там попросил чуть больше бонус или попросил там приедь к нам или еще какие-то вещи, чтобы люди почувствовали, что да, они страдают, но клиент это ценит. Не знаю, даже там написать просто письмо благодарности клиент напишет всем. Пусть они не знают, что ты его попросил, пусть не знают, но им будет приятно, и они немножко, так сказать, взбодрятся. Поэтому вот эти всякие вещи просто нужно на каком-то зависимости от этапа в разные комбинации совмещать. Вот так. Окей, давайте тогда поблагодарим Светлану за выступление. Спасибо. И наш традиционный сертификатик. Спасибо всем за участие и хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Спасибо.